приготовим шарлотку какая же осень без шарлотки здесь опять таки все элементарно просто и я люблю простые рецепты и для начала я разрезаю яблоки очищаю их от сердцевины хвостиков если есть какие-то темные пятнышки я это тоже все срезаю я кожицу не очищают так как в ней много витаминов других питательных веществ поэтому я почти никогда ее не срезаю но если вам не нравится то пожалуйста очищайте и у меня здесь яблоки кислые и кисло-сладкие сладкие яблоки я бы не рекомендовала опять-таки для контраста вкусов я яблок всегда беру достаточно много мне не нравится когда в шарлотке одно тесто я люблю так чтобы яблоки чувствовались поэтому у меня здесь где-то вот 5-6 крупных яблок но вы опять же ориентируйтесь на свой вкус дальше я нарезаю яблоки на произвольные кусочки не очень большого размера и для того чтобы яблочки не потемнели пока я буду заниматься приготовлением тестом я их сбрызгиваю немного лимонным соком и присыпаю корицей ну а теперь самое время заняться тестом и для начала я поставила разогреваться духовку как раз пока я тесто смешаю меня духовка нагреется так я не буду терять лишнее время сюда я разбиваю 4 средних куриных яйца если у вас яйца мелкие то берите 5 сюда же добавляю щепотку соли и не полный стакан сахара если любите послаще то добавляйте целый стакан затем начинаю смешивать миксером на мелких оборотах постепенно их увеличивая и взбиваю до тех пор пока масса не побелеет теперь необходимо сюда добавить один стакан пшеничной просеянной муки я решила опять таки поэкспериментировать и заменила одну четвертую часть стакана мукой кокосовой забегая вперед могу сказать что на вкусе это особо никак не отразилось то есть я думаю что необходимо было взять муку хотя бы один к одному теперь добавляю чуть меньше половины чайной ложки соды и гашу ее лимонным соком также можно погасить уксусом затем продолжаю смешивать миксером опять на мелких оборотах затем обороты постепенно увеличиваю и так как это тесто получается жидким то вполне справляются насадки для крема дальше я тесто выливаю прямо форму с яблоками поверх яблок пытаясь распределить равномерно и дальше необходимо немножко его простучать чтобы тесто проникло сквозь яблоки можно конечно яблоки высыпать в тесто все перемешать затем вернуть назад форму но на мой взгляд это лишнее движение так как в процессе выпекания тесто все равно хорошо распределяется протекает во все щели дотекает до самого низа и в итоге яблоки получаются в тесте со всех сторон сверху присыпаю еще немного корицей и отправляю в предварительно разогретую до 185 градусов духовку выпекать буду приблизительно 40 минут ориентируйтесь на то чтобы палочка была сухой пирог необходимо доставать из формы пока он горячий и для того чтобы он у меня не поломался я помогаю лопаточкой отсоединить края от стенок и затем переворачиваю его вниз и форму начинаю снимать как бы чулком так она снимается легко если я вижу что где-то начинает тесто надрываться я опять же помогаю себе лопаточкой затем переворачиваю его опять и отправляя на решетку до полного остывания если его начинать разрезать горячим то он может быть тесливым поэтому я даю ему полностью остыть ну и затем можно сверху украсить либо глазурью можно посыпать сахарной пудрой я выбрала вариант сахарной пудрой и в итоге очень простой но очень вкусный и ароматный пирог у нас получился в первый день корочка которая сверху получается как бы сахарная такая хрустящая на второй день она уже становится мягкой поэтому мы предпочитаем его съедать сразу увидимся с вами совсем скоро всем пока пока и до новых встреч пока 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 пока